Привет, друзья! С вами Саня, вы на канале Айуру, и сегодня мы настроим с вами регулятор Дарта или Дрифта, без разницы, он там одинаковый, ВМГ абсолютно одинаковая. Для того, чтобы у нас не отрубалась слишком рано батарейка, это актуально, когда вы летаете далеко и хотите все с ваших литий-ионок высадить по максимуму. Я когда говорил даже, что надо менять регулятор, но на самом деле ничего менять не надо, все настраивается в самом регуляторе, и сегодня я покажу вам, как по пискам настраивать регулятор. Это вообще элементарно, тем более, что в комплекте с вашим Дартом есть вот такая инструкция, в которую никто нафиг не заглядывал, я тоже. Оказывается, она есть, здесь все прекрасно написано. Что нам понадобится? Естественно, вы столкнулись с этой проблемой, когда вы уже летали, поэтому у вас регулятор уже стоит в вашем самолете, он уже припайн там наглухо, поэтому нам нужно просто всего лишь подключиться к iNav. Подключаемся к iNav конфигуратору, не подключая питание, то есть просто полетник у нас включен, работает радио, работает полетник. И открываем вкладку Outputs, жмем галочку Understand Risks и все вот это вот, Test Motors, короче, чтобы мы могли получить доступ к вот этому ползунку моторов. Если вы опытный уже пилот, самолетчик, то вы, конечно же, знаете, что регуляторы самолетов настраиваются именно по пискам, либо там с помощью специальной карты программирования, но она должна подходить к вашим регуляторам. То есть по пискам вполне нормально можно настроить, это вообще очень просто, занимает буквально вот считанные секунды, может там минуту-две, прям можно это хоть на полетухе сделать, ну вопросов никаких нету. Принцип действия какой? Мы даем 100% газ и подключаем батарею. Когда у нас есть 100% input, регулятор понимает, что он должен войти в режим программирования и начинает мотором пищать нам всякие мелодии, сигналы и пики. Естественно, пропеллер должен быть, конечно же, снят, чтобы у вас остались пальцы и все, что вам дорого. Итак, в нашем регуляторе есть 10 пунктов меню. У нас есть brake и у нас no brake, дефолт стоит, то есть по дефолту он не тормозит. Есть soft, heavy и very heavy. Естественно, нам нужно поставить very heavy, потому что нам нужно, чтобы мотор тормозил вращение вашего винта, когда мотор не работает. Чтобы винт, вращаясь, не создавал дополнительного сопротивления. Когда винт крутится, он намного сильнее тормозит ваш самолет, чем когда он просто не крутится. Но это вот представьте, он настолько сильнее тормозит, что разница такая, как неподвижный винт, он не тянет самолет, а когда винт крутится, он тянет самолет и самолет летит. Вот разница огромнейшая. Обязательно нужно ставить brake, винт не должен крутиться, когда ваш самолет летит. То есть мы настроим very heavy. Battery type у нас дефолт литий-полимер И мы оставляем литий-полимер Третий пункт cutoff voltage Это именно то, что нам нужно настроить У нас есть low, medium и high По дефолту стоит medium Это отключение при 3 вольтах на банку Но нам нужно поставить low при 2,8 вольта на банку То есть при напряжении 5,6 вольта У нас только отключится регулятор Это с головой для двухбаночного аккумулятора Вы вытащите с него всю абсолютно энергию Может знаете, не знаете Когда вы подключаете питание То регулятор пищит определенное количество раз 2-3 раза пищит он Считая количество банок вашего аккумулятора То есть он просто по вольтажу ориентируется И исходя из этого напряжения Он будет отключать регулятор Делать cutoff Если вы подключите 3-х баночный аккумулятор 4-х баночный Это не решит проблему Он все равно отключится при вольтаже Именно на банку Потому что он будет делить на количество банок Которые он определил Поэтому нет смысла увеличивать количество банок Чтобы продлить полет вашего самолета Нужно именно настроить этот cutoff voltage Или поменять какой-то регулятор Если здесь в нем нет возможности настроить этот cutoff Также есть тайминг Если вы знаете, что это значит Можете настраивать Здесь у нас в инструкции написано Зависит от количества полюсов и магнитов Это все по дефолту подходит нам Дальше есть у нас startup time И startup time это время За которое раскручивается у нас мотор И есть нормальный То есть он сразу же раскручивается Идет как бы за ручкой газа Есть soft в течение 6 секунд Идет раскрутка от 0 до 100% Ну то есть вот такая вот плавность Есть very soft 12 секунд от 0 до 100% Мы ставим газ обычный У нас полетник должен хорошо регулировать газ И мы должны чувствовать управление Поэтому ставим газ дефолтный Мы оставляем это Тестой пункт PWM frequency И он зависит от количества полюсов Ну то есть оставляем по дефолту Все работает Дальше есть voltage cutoff option Седьмой пункт И это тоже важный пункт У нас есть две опции Reduce cutoff или cutoff То есть отключение у нас будет Со снижением мощности А либо просто отключение И нам нужно поставить просто отключение Чтобы когда у нас достигнуто было 2.8 на банку Мотор просто выключился И все А если у нас стоит reduce То будет плавно снижаться мощность Уже где-то начиная там с 3.3 вольта То есть когда еще куча энергии Но он будет плавно снижать мощность Снижать, снижать, снижать И ваш самолет за это время может не долететь просто Потому что полетник будет давать Например там автопилоту полный газ А он не летит И он просто упадет Поэтому нам нужно обязательно Voltage cutoff option поставить на cutoff Чтобы просто отрубало при достижении 2.8 А не плавненько подходило к этому 2.8 Дальше у нас battery cells То есть количество банок И оставить на 1 автоматик Автоматически все будет определяться нормально Ну вы слышите количество биков Это сколько банок у нас подключено Есть дальше Девятый пункт restore default settings И десятый пункт exit program mode Теперь как это все работает Даем полный газ вайнаф У нас он подключен То есть регулятору сейчас посылается полный газ Но нету питания И мы запитываем регулятор Вот он 2 раза пикнул У меня пищалка, не обращайте внимания Сейчас погаснет Вот он пропел песенку Что вошел в режим программирования И он теперь будет пикать Перебирая пункты меню Каждые Вот 3 раза пикнул Это cutoff voltage 4 раза это тайминг И так далее Когда дойдет до пункта 5 Это длинный такой пип Потом 6 Это длинный пип и короткий Ну чтобы удобнее считать было 7 у нас длинный пип и 2 коротких И таким образом дойдет до 10 То есть 2 длинных пипа будет в конце И чтобы нам сохранить настройки И выйти мы просто Газ Убираем в ноль И вот такую мелодию он нам поет Теперь собственно попробуем настроить И нам нужно Первый пункт break поставить на Very heavy Итак даем полный газ Подключаем питание Не обращаем внимания на пищалку И сейчас только раз пикнет И мы сразу убираем газ Вошли в режим Break И по очереди он будет Пикать от 1 до 4 раз Вот 4 раза последний И опять пик 1 это no break Нам теперь на нужном пункте меню На нужном количестве пиков Нужно поднять газ обратно Мы ждем 4 пика И добавляем газ Таким вот сигналом Он подтверждает сохранение настроек Дальше battery type Дальше cut of voltage Мы убираем газ Заходим в cut of voltage И у нас 3 пункта меню Вот второй пункт Третий пункт И нам на первом пункте Нужно добавить газ Сохранили cut of voltage Дальше у нас идет Тайминг Нам не важно Стартап мод Пвм frequency Нам тоже не важно А вот Когда в voltage open Мы Заходим в этот пункт И тут у нас 2 пункта меню То есть он Один раз будет И два по очереди пикать Нам нужно cut of То есть нам 2 пика нужно Второй пункт меню И мы ждем Когда он 2 раза пикнет Далее газ Дальше battery cells Оставляем по дефолту Автоматик И ждем 10 пункта меню Чтобы сохранить настройки Убрали газ На 10 пункте меню Все Настройки сохранились Две банки он определил То есть регулятор Перезагрузился И все Можете пользоваться Радоваться Таким образом Можно настроить Абсолютно любой Самолетный регулятор Единственное Что схемка С пиками Может отличаться Потому что тут Целых 10 пунктов меню И не всегда Есть все эти пункты Но обычно Самым первым У нас идет торможение Вторым Battery type И третьим Cut of voltage Это почти во всех регуляторах Но как бы Смотрите Схему к вашему регулятору Она может отличаться Ничего сложного нет Карта программирования Нафиг не нужна Вот мы буквально За 10 минут С вами С моими объяснениями Настроили Когда вы знаете Это уже как работает Вы можете настроить Вообще За 5 секунд Точно таким же образом Можно откалибровать Ход регулятора Чтобы он соответствовал Ходу ручки газа Чтобы не было Мертвых зон Нужно это делать И чтобы использовать Полную его мощность Если нужно Для этого Мы в iNave Точно так же Даем полный газ И сейчас Подключим питание Но не будем ждать Пока регулятор Перейдет в режим Программирования А подождем Всего лишь 2 секунды Он нам пикнет И мы потом Уберем газ До минимального Он запомнит Минимальный газ И собственно Калибровка На этом закончится То есть У меня сейчас Полный газ Стоит Я даю питание Убираю газ Все Калибровка Регулятора Закончена Спасибо за просмотр Надеюсь Видос был полезный Делитесь этим Видео с новичками Не забывайте Что у меня есть Телеграм канал Там куча всяких Инсайдов Новостей Туда я скину фотку С настройками регулятора Чтобы вы могли Там скопипастить Если потеряли инструкцию Ну собственно Все Если все сделали Нажали колокольчики Подписались Все вот эти дела Лайк поставили То Оставляйте еще Комментарий Конечно же Добрительный И всех обнимаю Всем пока